Всем привет! Спасибо, что открыли это видео. Сегодня мы снова с вами поговорим про уходовую корейскую косметику. Здесь у меня вот такая вот коробочка вкусняшек, которые я тестировала, наверное, даже в течение месяца. И сейчас хочу вам рассказать, что здесь, и на что, может, вам стоит обратить внимание. Хочу сразу сказать, что здесь идет обзор бренда Made Me. Суть в том, что это достаточно новый продукт для рынка, именно для рынка некорейского, и было очень круто его попробовать. И я уже здесь схватила продукт. Это, я так понимаю, идет тонер для проблемной кожи лица против акнею грей с экстрактом шалфея. Вся вот эта линейка Green Salvia, это идет с экстрактом шалфея. Показываю вам сразу упаковку. Я все позапаковала, потому что упаковка, ну, очень прикольная, правда? Мне понравилось открывать. Здесь вот тоже все пропечатано, как-то так интересно. И мне кажется, что по-модному. На первом месте в составе, в тонике, идет именно экстракт шалфея. Написано 96,9% здесь его. Здесь идет лавандовое масло. Состав не очень большой, есть гиалуронка и экстракт цветов. Тоник достаточно такой жидкий. И мне кажется, что текстура круто выбрана именно для проблемной кожи, потому что проблемная кожа не сильно любит что-то такое липкое, насыщенное, сильно увлажняющее. Хотя скажу, что тоник все-таки хорошо увлажняет кожу, но он ее не утяжеляет. Потому что очень многие из вас жалуются на то, что я советую какие-то продукты, которые кожу вам утяжеляют, что-то липнут. Ну да, я люблю такое интенсивное увлажнение, но вот этот тоник тоже. Он увлажняет, но не липкий. И за счет вот этого вот в составе экстракта шалфея, я думаю, что будет хорошо вот работать как раз на проблемную кожу. Не обязательно, девочки, на проблемную кожу. Все мы знаем, что все, что хорошо работает на проблемной коже, работает хорошо и на всех других типах кожи. И здесь давайте я вам сразу покажу. У меня есть ампула. В ампуле мне очень понравился состав. Упаковка такая же интересная. Так вот открывается. И мне понравилось, что написан состав не заклеен. Потому что очень часто в русифицированных продуктах часто заклеены составы. Здесь такого нет. То же самое. Вот эта вот ампула идет именно такой текстуры, что она хорошо увлажняет, но не перегружает кожу. Я могла даже летом в сильную жару наносить тоник сверху ампулу. И в принципе, ну только крем под глаза. Мне было достаточно комфортно. У меня кожа вообще комбинированная. Т-зона жирная. Щеки. Обычно зимой склону к сухости. Сейчас такой проблемы нет. Мне 32 года. Вот. Наверное, все я описала. И вот эта вот косметика, ну мне она зашла. Здесь также идет на первом месте в составе экстракт шалфея. Здесь уже идет 56%. Его. Мне очень понравилось, что здесь идет салициловая кислота в середине. Есть также гиалуронка. Есть экстракт чайного дерева. В общем, для проблемной кожи хороший состав. Она вроде такая густенькая, но при этом достаточно хорошо впитывается. Я вообще очень люблю ампулы, которые такие вот густенькие. Но она, еще раз повторюсь, кожу не утяжеляет. И упаковочка удобная. А, здесь 50 мл. Я думаю, какая-то такая большая. 50 мл продуктов. Достаточно много. Я уже пройдусь, девчонки, по этой серии. И мы пойдем еще с вами по антивозрастной серии. Еще тут будут очень интересные продукты. Я их наконец оставлю. Также из этой серии здесь идет гель увлажняющий. То есть выбрана текстура геля у этого производителя. Мне это очень понравилось. Или у этого бренда. Он у меня вымазался, потому что я им реально пользовалась. Вот прям видно, что вот здесь вот его уже нет. Это гель, который классно увлажняет. Я уже с вами делилась тем, что гели для ухода лица мне не сильно нравятся. Но когда попробуешь вот такие классные гели, которые круто увлажняют, то ты пересматриваешь вообще свое мнение. Этот гель, вот я как первый раз попробовала, я обалдела, что он очень круто увлажняет. Также идет для проблемной кожи лица, смягчающий против акна. Тоже с экстрактом шалфея. Здесь в составе этого геля уже идет 68% шалфея. Есть неоцинами, также гиалуронка. Здесь достаточно много экстрактов. Есть некоторые масла не тяжелые, которые не забивают поры. Если вы не любите сильно такие питательные кремы, я думаю, что для проблемной кожи даже на зиму будет очень хорошо этот гель. Мне нравится вот сейчас на лето им пользоваться. Я вот бывает, если нанесла уход, чувствую, что вот маловато мне тоника ампулы. Я еще сверху наношу этот гель, и все, кожа чувствует себя прекрасно. Она как будто водичкой напоена. И мне нравится, что здесь какие-то такие шарики есть. Они потом при нанесении так прикольно лопаются. Тревел Френдли упаковка. Я очень хочу такой гель в свой кейс визажиста положить. У него очень крутая упаковка. Она не будет много места занимать, но при этом этот гель будет хорошо кожу подготавливать. Он не будет жирнить, не будет стекать косметика. В общем, как база под макияж тоже будет крутой. Здесь есть, во-первых, крем для рук. Тоже антивозрастной, увлажняющий, питательный желтый гибискус. Я скажу честно, у меня сейчас гель для... крем для рук еще пока не закончился. Поэтому я решила вот этот вместе с вами сейчас здесь открыть и вместе с вами его попробовать. Потому что мне не хотелось скрывать упаковочку, чтобы он не портился. Потому что срок 12 месяцев после открытия. Здесь идет, кстати, не очень большая упаковка. И, кстати, красивые здесь упаковочки. Видите, какая упаковка красивая и стильная. Вообще у этого бренда очень красивые упаковки. Все было, кстати, хорошо запаковано. Видно, что продукты пришли новые. Запаха не чувствую. О, он густенький. Очень приятно распределяется. Легкий запах есть, какой-то цветочный. Чувствуется, что крем действительно питательный, но он впитается и не будет, знаете, слишком липкий. Но при этом будет что-то делать. Потому что я очень люблю кремы для рук, которые нанес, они впитались и ничего не произошло. Нет, здесь чувствуется, что масла есть. Здесь в составе есть единственное, что минеральное масло. Силиконы есть вообще во всей корейской практической косметике. Есть экстракты, большое количество цветочных. И есть талантеин, который будет хорошо кожу смягчать. Ну, приятный. Запах очень приятный. Да, он уже впитался и он будет работать хорошо. Не пустышка этот крем. Потому что, ну вот, кремы для рук, если честно, я только пару брендов люблю. Я уже знаю, что покупаю для себя. Еще есть такой интересный парфюм. Я сразу достану из упаковок. Посмотрите, какая тоже красивая упаковка. Эти парфюмы нашли мое применение, мою любовь во время тренировок, когда ты сильно потеешь. Духи и тезики, они обычно очень душат меня. А вот здесь вот идет такой вот легкий цветочный аромат. Сначала я его немножечко чувствую, потом я его вообще не чувствую. То есть, он как-то так хорошо садится на кожу, скажем так, и нет никакого запаха. Особенно, когда летом жарко. На кожу где-то в течение дня можно тоже нанести, чтобы был легкий-легкий аромат. Ну и вообще, очень интересное использование. Так, вот этот вот более легкий. Это, по-моему, у меня 0,2. И 0,2 идет. Вкус Форест называется. Оно действительно такое очень мягкое вот это масло. Его нужно наносить на запястье, на ключицы, можно сзади шеи. Я любила очень на запястье. Слушайте, ну вот этот второй, именно вкус, он для меня фаворит. Потому что я очень люблю такие легкие запахи. Он действительно такой немножечко и что-то цветочно-древесно такое свежее, интересное. Второй, я бы сказала, что это, по-моему, идет лавандовый запах. Это 0,1. Breath. Я бы сказала, что здесь идет лаванда. Ну, даже не лаванда, а вот он такой тоже цветочно-травянистый. То есть, он не тяжелый, цветочный. Он такой, я его тоже наносила, он меня не душил. Я его чувствовала на себе. Он на мне раскрывался что-то типа жасминчик, цветочки. Да, я бы сказала, что это жасмин. Я запах жасмина, в принципе, люблю. И можно даже на какие-то вещи, на тело, в общем. Также мы поговорим сейчас про возрастную линейку. Здесь идет тоник. Тоник в очень красивой упаковке. Видно по упаковке, что это уже более питательная, что это возрастная серия. Здесь в тонике также небольшой достаточно состав. И здесь уже идет именно эта серия с экстрактом гибискуса. Тоник для лица увлажняющий, питающий. Действительно, увлажняющий, питающий. Он уже понасыщеннее, чем предыдущий. Но он тоже не тяжелый. То есть он, видите, даже вот сама текстура такая вот, когда в баночке. Он более густой. Удобная более, конечно, упаковка. Мне такая больше нравится в использовании. В составе, кстати, здесь даже есть и масла, экстракты. И небольшое количество. Мне очень нравится, когда именно в тонике не очень большой состав. Как-то они тогда лучше работают. Кожа приятная, кожа сияющая с ним. Такая насыщенная, напитанная. И мне нравится, что, в принципе, сухая кожа можете вы даже летом использовать. Потому что здесь нет никакого в составе. То есть есть экстракты, которые работают. Но нет никаких, знаете, кислот или раздражающих средств. Как раз он будет хорошо также кожу питать и успокаивать. И крем. Слушайте, я вот даже здесь оставила специальную упаковку. Мы его вот, смотрите, открываем. Здесь он идет вот таким вот образом. Ну, упаковка вообще классная. И сам крем в очень красивой упаковке. Он открывается, откручивается. И здесь идет вот такой вот дозатор. Для того, чтобы получить крем, нужно поворачивать. И он такими как слайсами появляется. И вы берете нужное вам количество, получается, туда воздух не попадает. Запах крайне приятнейший у крема вообще. Кстати, если бы с таким запахом еще сделали вот это масло для тела, оно бы было моим фаворитом. Данный крем идет достаточно насыщенный. То есть это не гель. Это уже возрастной питательный крем, я бы так сказала. При этом здесь состав очень большой. То есть сначала тоже в составе здесь идет именно экстракт гибискуса. То есть вода гибискуса и ниацинамид. Большое количество цветочных экстрактов. Масла, коллаген, несколько видов кислот, экстракт стевия и тому подобное. В общем, если кожа возрастная, сухая или обезвоженная, я думаю, что вам этот крем должен понравиться. Я от него в восторге. Я им часто пользуюсь на ночь. Он мне прям очень хорошо зашел. И мне очень нравится, что он красиво смотрится на туалетном столике. Прям, ну не знаю, очень удачная вся косметика. Приятно пользоваться. И еще, смотрите, есть вот такие вот бальзамчики для губ. Один из них мне очень понравился. В особенности это тот, который идет с пигментом. Я очень часто, когда тоже спешу и когда чувствую, что губы пересохшие, я беру карандаш, быстренько крашу и беру этим бальзамом. Либо просто этим бальзамом. Потому что здесь вот внутри есть такой красный пигмент. И он с таким легким-легким. Ну я не знаю, с далека, наверное, не видно. Я вам поближе сниму. Здесь, в общем, такое сердечко идет с цветом. И вот легкий-легкий цвет есть. Губы увлажненные. Я обожаю бальзамы, которые очень мягко наносятся на губы. То есть, бывают такие бальзамы, они как будто бы суховаты. А этот нанес, и он так приятно обволакивает твои губы. И упаковка очень приятная. Тоже часто их таскаю где-то с собой. Вот именно вот этот цветом. Это прям мой фаворит. Это будет оттеночек. Тут, в общем, и на упаковке, и на этом он с таким красным узором. И есть еще прозрачный. Прозрачный это больше у меня тема на ночь. У него здесь идет такая вот беленькая тоже основа, тоже с сердечком. Красиво получается подправить, знаете, там, когда губки пересохли, достали. Вот он бывает девочки. И он красиво смотрится. То есть, он прям прозрачненький такой. Упаковка очень удобная. Откручивается, закручивается, закрывается. И хорошее достаточно увлажнение дает. И крем впитался. Но он на руках есть. Но при этом не такой пленки. То есть, это масло. Вот, девчонки. Очень надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Вы для себя нашли какие-то интересные новые продукты. Если что-то пробовали, обязательно напишите мне в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Поэтому не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые полезные видео. Так как здесь ухода очень много. И увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока.